Привет! Как дела? Сегодня я расскажу про город и королевскую резиденцию под названием Виндзор. Впервые я попала туда в конце декабря 2009 года, когда мы с мамой приехали к брату на зимние каникулы встречать новый 2010 год. И вот накануне, 28 декабря, мы решили съездить с братом на машине в Виндзор. Выехали утром, может, часов в 10 утра, и пробыли там недолго, до того, как начало темнеть. То есть, просто погуляли по городу, посмотрели сам замок снаружи, естественно. Походили по его улочкам, зашли в шоппинг-центр. Там, кстати, мне запомнился такой паровоз, был выставлен в качестве визитной карточки, что ли. И, в принципе, часа в 4, наверное, сели и поехали домой. То есть, зимой мне Виндзор вообще практически не зашел. Ну, увидела просто снаружи королевскую резиденцию, и все. А вот позже, уже когда я жила в Лондоне, я поехала туда в июле 2014 года, уже с большой компанией друзей. На тот момент у меня были друзья по путешествиям. Саманта из Эстонии, Люба из Литвы и Жан из Латвии. И вот мы все вместе, вчетвером, сели в поезд, по-моему, поездом путешествовали, и добрались до железнодорожной станции Виндзор. И пошли гулять по городу. Я тогда окончила свой колледж, где изучала английский язык, сдала IELTS. И это было мне в качестве награды. То есть, летом 2014 года я много путешествовала по различным городам вместе с моими новыми друзьями. В этот раз мы решили зайти в сам замок, посмотреть экспозицию. Мы купили такие билеты, по-моему, они на тот момент стоили 18 фунтов, сейчас где-то, наверное, около 25. Которые дают право на посещение в течение всего года, после того, как вы первый раз посетили. Ну, я думала, может быть, еще съезжу как-нибудь в том же году, но так и не добралась до Виндзора в 2014. Потом уже было поздно. Приехали мы рано утром. Там, кстати, проходил марафон. В Англии часто проходят различные марафоны. Это, по-моему, был халф-марафон. То есть, не полный, а всего лишь половинчатый. Затем мы просто гуляли по городу, рассматривали его здание. Одно вот такое вот нас заинтересовало. Очень маленький домик, покосившийся, прямо уже практически падает. И мы его сфоткались так, что как будто бы подпираем руками, спиной. И с Самантой я очень артистичные были на тот момент. Ну, как, хочется всегда сделать красивые, интересные фотки, поэтому мы выпендривались. Также мы нашли вот такую вот телефонную будку на окнах, в которой были различные рисунки в виде Кейт Миддлтон, звонящей по телефону, королевы, принца Гарри там веселящегося в будке, ну и британского флага. Мы также обыграли эту будку. Я как будто бы сделала вид, что разговариваю с Кейт, рядом стою по телефону. Потом на фоне британского флага я тоже сделала себе небольшую фотосессию. Некоторые фотографии мне очень нравятся до сих пор. Я была, кстати, вот в таком зеленом платье, которое я привезла в качестве сувенира из моей поездки на Канары в Испанию. Это, по-моему, был остров Фуэрон-Тавентура, о котором я уже рассказывала, если кто хочет, смотрите в этом ролике. Ну и сверху была джинсовая курточка, потому что утром было прохладно. Там же ходили какие-то цветочницы, раздавали или продавали цветы в нарядах. Я, кстати, поснимала некоторые видео, мне показалось, это русские девушки в исторических каких-то костюмах. В самом замке снимать на фото и видео было нельзя, или там надо было покупать билет для съемки. Ну, в общем, я не рискнула. Думаю, мало ли королевский замок еще оштрафуют. А вот внутри, пока мы шли до замка и в саду, я поснимала очень много зелени, различных цветов, очень красивые сады в этой королевской резиденции. Затем мы направились к реке, которая разделяет два старинных города Виндзор и Итан, где обычно учится вся политическая знать. Там же, кстати, и принц Вильям учился. Эта река называется, естественно, Темза. Там мы увидели кучу лебедей, даже, по-моему, покормили их немного. И направились на другой берег реки, в город Итан. Ну, мы немножечко там погуляли, побродили. Там в основном находятся колледжи практически нежилой. Ну, по крайней мере, та часть, которая ближе к Виндзору, район. В основном, если и встречаются кто-то, то это студенты. Ну, так как это был выходной день, практически никого не было на улице. Мы походили, посмотрели и вернулись обратно в Виндзор. Кстати, в Итане нам встретилась вот такая пожарная машина. Видимо, какая-то экскурсионная, потому что там сидели дети. Ну, какие-то мероприятия проходят в выходные дни в этих двух городах для семей с детьми. Самолеты над Виндзором летают очень низко, так как они идут на посадку в аэропорт Хитро, который находится прямо неподалеку. Я также, когда вылетала из Хитро в Россию, с высоты птичьего полета видела Виндзорский замок. Вот так вот выглядит это фото. И однажды даже, по-моему, на какой-то конкурс авиажурнала, по-моему, журнал «Россия» отправила в Инстаграм или что-то такое. Мне прислали такой ответ. О, классно, красиво смотрится Виндзорский замок с высоты авиалиний под названием «Россия». Ну, что-то такое. Может, «Трансайра» или «Бритиш Эрвейс». В общем, действительно, такие фотки и даже видео я как-то снимала замечательные получаются. Затем мы прошлись по шоппинг-моллу, и там вот такой вот фонарь увидели, тоже с Самантой обыграли его. Какой-то современный piece of art, это называется, то есть кусочек искусства. Сфотографировались там в его отражениях. Ну, в общем, интересная такая веселая была прогулка с моими новыми друзьями. Затем мы сели в поезд и отправились уже домой. На следующий год в марте мы поехали туда с мамой. Мама приезжала к нам в гости с братом, и мы решили выехать куда-нибудь. Я брала с собой профессиональную фотокамеру из университета. Мне тогда можно было взять в аренду. Ну, и чтобы попробовать ее, потому что дальше у нас были съемки фильмов, и я планировала использовать именно эту камеру. Вот, взяла ее с собой в поездку и фотографировала. Мы также с ней прошлись по Итану, сделали очень много интересных фотосессий. Такая еще весна ранняя, еще только все расцветает и набухают листочки, лепесточки. Ну, и также вот эта вот длиннющая дорога, которая ведет к Виндзорскому замку. Это моя, наверное, самая любимая дорога в Англии. Очень красиво смотрится на зеленом фоне с такими деревьями. Все пропорционально, все как-то так по-английски устроено, что мне вот прямо она запала в душу, эта дорога. Кстати, когда мы ездили с ребятами на этой дороге, мы тоже стали фотографироваться. И как-то, ну, тоже с Самантой делали различные фотосессии. Она вот так встала, руки распахнула. И, типа, моя дорога, никого не пущу. А там сзади нее ехало два автомобиля. Рендж-роверы, по-моему. В общем, джипы. Я говорю, Саманта, уходи с дороги. Сама я ее стою, фотографирую. Уходи с дороги, там, может, королева едет. Она говорит, да ну их нафиг, не пущу. Пусть попробуют проехать. В итоге, как бы, они уже вот-вот подъезжают. Она говорит, нет, не выйду. Ну, все-таки мы свалили с дороги, стоим на обочине. И я смотрю, там реально ехала королева. Вот сидела в таком платочке на сидении рядом с водителем. И мы такие обалдели. То есть, она возвращалась куда-то домой. С какого-то либо мероприятия, либо откуда-то из другой резиденции. В общем, в Виндзор ехала, а мы тут преграждали ей путь. Такая вот интересная история у нас получилась. Ну, я попробовала это снять, но, конечно, в машине ничего не видно. Окна бликуют. И, в общем, фото не получилось. Но зато я видела реально вот эту вот королеву-бабушку. В платочке такая, в очочках она сидела и смотрела себе вот вперед. Вот такая вот была у нас история. Ну, и последний раз, когда я была в Виндзоре, это был май 2018 года. Королевская свадьба принца Гарри и Меган Маркл. О которой я уже рассказывала, если кто хочет, смотрите в этом ролике. Я провела там половину дня, встала в 5 утра, выехала на вокзал, по-моему, Паддингтон. В 6 или в 7 уже отправилась на поезде в Виндзор, чтобы занять место для съемки. Я ездила туда фотографировать именно свадьбу в качестве репортера. И пару роликов у меня продалось. И я отбила и те деньги, которые потратила на билет. И что-то даже подработала, то есть сверх того заработала. Ну, и отлично провела день. И это был самый, наверное, незабываемый день во всей моей жизни в Англии. Ну, увидеть королевскую свадьбу, даже хоть частичку ее, и почувствовать вот эту вот волну британского общества, огромные толпы. В общем, это дорогого стоило. Вот такой вот он Виндзор. Очень зеленый, красивый город, тихий, спокойный. Единственное, только вот эти вот постоянно взлетающие и садящиеся самолеты немного напрягают. Но, в принципе, к этим самолетам я уже привыкла в Лондоне. Они немножечко выше летят, чем над Виндзором. Но все равно постоянно курсируют над Лондоном. И являются частью его жизни. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok